День Республики Но многое удалось сделать. Благодарю правительству Республики, руководителей листы и районов, депутатский корпус за полученный результат. Но многое еще предстоит сделать. Для достижения успеха, кроме целеполагания, желания и ресурсов, необходимо качественное планирование всех этапов работы. На это я постарался сегодня настроить своих коллег, поделился руководитель Республики. В Целином районе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о краже и управлении автомобилем в состоянии опьянения. Судом установлено, что подсудимый из сумки потерпевшей, находившейся на скамье в магазине «Цветы», расположенном в селе Троицкое Целиного района, совершил кражу денежных средств в размере 10 тысяч рублей. Он же, будучи привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управлял автомобилем марки Volkswagen Golf в нетрезвом состоянии. Был остановлен сотрудниками полиции, от прохождения свидетельствования отказался. Целинным районным судом еще не назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. В соответствии с уголовным законодательством судом принудительно и безвозмездно изъято и обращено в собственность государства транспортное средство, принадлежащее подсудимому и использованное им при совершении преступления. В Калмыкии запустили еще один откормочный комплекс для овец. Временно исполняющий обязанности министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев осмотрел ход реализации откормочника в Яшкутском районе. В конце 2023 года реализовывалось строительство откормочной площадки с общим постановочным поголовьем 3000 голов овец. На сегодняшний день на интенсивном откорме находится порядка 2000 голов. В текущем году планируется реализовать строительство дополнительного откормочника для содержания до 5000 голов овец, что позволит создать 10 рабочих мест. Период процесса интенсивного откорма и доведения до кондиционного состояния на убой составляет до 90 дней, что позволит племенному заводу откармливать до 15 тысяч голов овец в год. Всего на территории республики функционирует свыше 70 откормочных комплексов КРС и МРС. Как отметил Гаваев, немаловажным фактором постановки сельхозживотных на откорм является сохранение пастбищных угодий от перегрузок, а также увеличение маточного поголовья за счет освобождения от молодняка на животноводческих стоянках. На сегодня Минсельхоз Калмыкия ведет планомерную работу по увеличению откормочных площадок на территории республики. В этом году в Элисте и Гордовиковске благодаря победе в 8-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды будут благоустроены общественные территории. Всероссийский конкурс прошел в августе прошлого года. Ранее в Калмыкии в рамках этого конкурса в Гордовиковске была преобразована площадь имени Ленина, а в Лагане появился парк мелодии Каспия. В этот раз столица Калмыкии победила на конкурсе с проектом благоустройства улицы имени Гордовикова с парковой зоной. В его основе заложена идея торожения и сочетание культуры эпоса джангар и буддизма. А Гордовиковск представил общественную территорию Башентинская ярмарка. Этот этнографический музей под открытым небом, каждый архитектурный элемент продуман и несет в себе культурно-просветительскую функцию. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». На портале «Работа в России» 297 работодателей Калмыкии разместили 1600 вакансий. Требуются работники следующих специальностей – продавец, повар, охранник, водитель, оператор производственных установок и машин, врач, педагог, сиделка. Наибольшее количество вакансий размещено в сферах здравоохранения, образования, оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, государственного управления и обеспечения военной безопасности. Как сообщает Региональное министерство социального развития труда и занятости, в 2023 году численность граждан трудоустроенных при содействии органов службы занятости республики составила более 2300 человек. Уровень трудоустройства – 53,5%. Бланки с подбисами жителей Калмыкии в поддержку самоводвиженца Владимира Путина были доставлены в Центральный избирательный штаб. Руководитель регионального штаба Бадма Бадаев и доверенные лицу Владимира Путина Татьяна Шахныкова сдали первую партию подписных листов из Калмыкии. Напомню, что самоводвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей до 31 января. Для меня это большая честь и большая ответственность быть доверенным лицом. Сейчас, на данный момент, хочется отметить и работу наших сборщиков, которые выезжают в самые отдаленные уголки нашей республики. Хочется отметить, что на пунктах сбора подписей очень активно участвуют и участники специальной военной операции. Школьники Калмыкии могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровый ликбез». Напомним, всероссийский просветительский проект реализуется уже второй учебный год. В году несколько сезонов, каждый из которых организован с одним из партнеров. В четвертом сезоне этого учебного года партнером проекта стал благотворительный фонд «Вклад в будущее». Эксперты фонда подготовили мультипликационные ролики по темам информационный шум, культура работы с данными, цифровой след, осторожно дипфейк. Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети интернета, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовке квалифицированных IT-кадров в России. В Айрат-арене проходят тренировочные сборы по самбо и дзидо, организованные профильным отделением Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе имени Балдашинова совместно с региональными федерациями дзидо и самбо. Отработка действий направлена на подготовку сборных команд региона к предстоящему первенству Южного федерального округа и России. Более 350 участников, представляющих команды из Элисты, а также поселков Яшку, Ларшане, Страханской и Волгоградской областей, ежедневно обмениваются опытом и повышают уровень мастерства. Эти сборы – контрольная подготовка к первенству России 2024 года, которая пройдет во Владивостоке в конце января. В Центральном хоруле Республики с 11 января продолжатся бесплатные курсы калмыцкого языка. Все желающие могут присоединиться к группе, которая начала обучение в ноябре прошлого года. Занятия проводит доктор филологических наук, профессор кафедры калмыцкого языка, манголистики и алтеистики Калымгу Сергей Артаев. Уроки будут проходить еженедельно по вторникам и четвергам в 18 часов в конференц-зале «Золотой петели Буды Шикемуни». Традиционно, я так понимаю, в старину учили все хорули. Поэтому сейчас точно такая же ситуация у нас повторилась. Проходим изучать свой родной язык в стены хорула. Поначалу, конечно, приходит очень много людей, потом в силу обстоятельств каких-то там всяких семейных, может быть, еще как-то кто-то прекращает, потом опять возобновляет. Вот так, тем более, что курсы. Сейчас мы с Шаджин Ламой поговорили и решили так, что, может, какой-то небольшой перерыв будем делать. А так они, наверное, скорее всего будут на постоянной основе. Ну, я так думаю. Вроде бы никто не против. И тем более слушатели. Эту идею вот в конце года я озвучил там в аудитории. Все, конечно, поддержали. Ну, я думаю, что администрация центрального хорула тоже будет, не будет против этого момента такого. 24 января в Национальном музее имени Пальмова откроется уникальная выставка графики бурятского режиссера и художника Солбона Лыгденова. Свою творческую карьеру Солбон начинал на телевидении и позже работал над созданием известных фильмов. Сегодня Лыгденов продолжает работу над лентой о воинах-сибиряках, героях Великой Отечественной войны, в съемках которого принимали участие калмынские актеры. Как художник Солбон Лыгденов работает в технике станковой графики. Все работы на выставке будут представлены исключительно в авторских экземплярах. Работы погружает в мир быта и эпического богатства народа, приоткрывает завесу сакральных тайн, где мистика проникает в мир легендарных героев и простых людей, сумевших сохранить чистоту истоков для будущего поколения. Художник создает волшебные образы, черпая вдохновение из легенд и эпических преданий бурятского народа, выражая художественным языком общечеловеческие ценности. В экспозиции будет представлено несколько тем. Экология Байкала, братство и дружба народов, героизм и мужество, эпос и волшебство. Его работа – это хитрость плетения вечности и мудрости прошлого и настоящего, с особой тонкостью раскрывающий художественный талант Лыгденова. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точки Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин